Ай лав ю Я очень скромный, если честно, даже в одежде, вы знаете, я вот не понимаю людей, которые, знаешь, пытаются себя пиарить за счет внешнего вида, знаешь, оденется как попугай, во все яркое, знаешь, я считаю, что ты должен быть скромный, вот как я, в черно-белом костюме, понимаешь, и не потому, что у меня этот, как называется, с глазами, дальтонизм, просто считаю, скромность должна украшать. Я хочу познакомиться, девчонки, свою жизнь надо как-то устраивать. Меня зовут Сафокова, папа назвал, просто, когда я родился, на мне в семье уже нормальные имена закончились, нас же 16 братьев, мы все одногодки, с именами тоже, знаешь, старшего брата зовут Нурофен, папа его так назвал, когда болел, вот, младшего Демидрол, вот, назвал, когда выздоравливал. Одного из братьев зовут Алеша, полное имя Валентин, хотя по паспорту Толик, ну, мы его зовем Игорь Васильевич. Девчонки, коротко о себе, вы знаете, не пью, а-а, не курю, а-а, не работаю. День только не работала, знаешь, утром брали, вечером увольняли, утром брали, вечером увольняли, а бывает, утром брали, утром увольняли, потому что я такой ляпнул, у меня мысль вылетает раньше, чем я роту всплываю закрыть. Знаешь, устроился работать администратором спортивный клуб каратэ, приходит, знаешь, такой каратыш, говорит, у меня черный пояс, я говорю, ну и ладно, он еще раз намекает, у меня черный пояс, я говорю, хорошо, он еще раз, у меня черный пояс, я говорю, черный, да, я говорю, стирать не пробовал. Он мне сделал физическое замечание, я долго болел. Потом устроился в книжный, знаешь, ну что там в книжном может быть, заходит такой тоже шкаф с антресолями, говорит, у вас есть правила дорожного движения для джипов? Я говорю, возьмите для трамваев, для джипов кончилось. Он мне сделал физическое замечание, я долго болел, а когда уходил, мне в качестве компенсации книгу подарили, говорят, на, повышай интеллект, читай. Ну я читаю, иди, открыли, понимаешь, читаю, 29 декабря, пятница. Ну, думаю, бывают дни похуже. Читаю, 30 декабря, пятница, думаю, просроченный календарь подсунули. 31 декабря, пятница, думаю, да что такое? Я ж не просто, я ж, я ж, я ж и 1 января могу посмотреть, я хоп, 1 января, тире, пятница. Ну, что за книгу подарили? Читаю обложку, дневник Робинзона Круза. Я говорю, ребята, не надо так шутить, я же к женщинам тянусь, знаешь, я же к женщинам льну, понимаешь. Хотя, думаю, может и не спешить, потому что у меня дядя женился, Труфандил Домкраточки. Ну, вы поняли, что у нас с именами вообще вариантов много. Грустный, я говорю, а что такое дядя Труфик? Он, ну, понимаешь, жена с тещей просто измордовали, каждый день меня грызут, грызут, грызут. Я говорю, за что он? Да ни за что. Каждый день одно и то же, иди устройся на работу, иди хоть где-нибудь поработай, иди работай. Я говорю, так мы с вами коллеги. Я говорю, так вы покажите, кто в доме хозяин. Вы дверью хлопнете, чтобы они чувствовали, что вы мужик, и вы хозяин. Он говорит, я бы хлопнул, но мы три года в палатке живем. А вот второй дядя у нас, Рододендрон Кардамуноч. У него папа был заведующий оранжереем, по-другому и быть не могло. Он, знаешь, он не бедный мужик, и он тещей и женой, он наоборот старается делать приятное, и он им купил путевку, и никуда-нибудь, он ради этого свои акции продал. У него были акции, да, он продал. На дальние острова австралийского архипелага. Туда только лететь 87 часов с четырьмя пересадками. Я говорю, вам акции не жалко? Он, не жалко. Путевка в один конец. Вот где мне понравилось, знаешь, это в газете, в газете я читал письма, что только люди не пишут. Я многие даже по памяти цитирую. Мужик пишет, мы с тещей живем дружно, а как же иначе? Ведь она мать моей жены, бабушка моих детей. К тому же прокурор нашего города. Еще мужик присылал, говорит, вот вы писали, что в городе Ржержинополь, Шуншуляпольского района, живет мужик, который потеет спиртом. Если это правда, напишите, что его ищет друг. Женщина прислала письмо. Я не красавица. Идут параметры. 150 на 150 на 150. Это только нога. И несмотря на свою, казалось бы, такую бесформенную форменность, я живу с очень красивым мужчиной. Очень красивый мужчина. Но он меня не любит и не переварит. Как вы думаете, он от меня не уйдет, он от меня не сбежит? И каждый день одно и то же письмо. Он от меня не сбежит, он от меня не сбежит. Я считатель, я не писатель, но я не выдержал. Я, чтобы ее успокоить, пишу. Конечно, не сбежит. Она присылает следующее письмо. А если я его развяжу? Бывают развязанные мужики. Один прислал стихи. Такие, знаешь. Бывают женщины, как скрипки. Бывают, как виолончели. Я в жизни совершил ошибку. Женился на электродрели. А последнее время я устроился в оркестр, значит, духовых инструментов. Продуваю мундштуки там. Музыканты говорят, если будешь нормально дуться и продувать, мы тебе трубу дадим. Я говорю, не надо. Я и на простом мундштуке могу такое выдать. Вот у меня, видишь, он тоже. Композиция посвящается женщинам. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ